Еды нет, света нет, воды нет, даже кофе нет. Это какой-то максимум апокалипсис. Максимум апокалипсис это кооперативная настольная игра, в рамках которой вам с товарищами придется выживать на улицах умирающей цивилизации. А вот причины вымирания могут быть разные, только в базовой коробке вы сразитесь против кровожадных зомби, пугающих мутантов, бездушных роботов и инопланетных захватчиков. Вообще в этой небольшой коробке вы также найдете персонажей и их колоды, карты всевозможного полезного и не очень хлама, разнообразные токены, тайлы местности и несколько шестигранных кубов. В базовой коробке вы получите 12 миссий разной сложности, самые простые против зомби, а вот инопланетяне это для любителей пожестче. Когда вы выбрали миссию, вы набираете определенный пул тайлов местности и в закрытую случайно формируете город. Я бы рекомендовал строить город структурно интересным, но с возможностью попасть во многие точки хотя бы двумя способами. После постройки города вы выставляете тайл с фургоном. Это ваша стартовая позиция и место, куда вы частенько должны вернуться в конце. После вы формируете три колоды поиска. Красную, зеленую и синюю. Там вы сможете найти себе еду, топливо, оружие и приятные штуки по типу фонарика. Затем каждый игрок берет из своей персональной колоды 4 карты и начинается игра. В свой ход вы обязаны сделать 4 действия, хотя они могут и повторяться. Вы можете пройтись по горизонтали или вертикали, исследовать локацию, взять карту из своей колоды, выполнить действия экипировки или вашего персонажа, а также разыграть карту с руки. Карты бывают двух видов. Карты действия, с молнией, разыграли и сбросили. И карты снаряжения. Это разнообразная броня, оружие и прочие полезные штукенции. Самое важное, что нужно помнить, это показатели размера, который суммарно не должен превышать значение 4. Но перед выполнением всех своих 4 действий вы обязаны выложить монстра. Это делается так. Вы кидаете 2 кубика и суммируете значения. Например, тут выпала пятерка, и значит, что вот на этот тайл с пятеркой выкладывается жетон монстра. Если бы на этом тайле стоял герой, то вместо жетона вы бы тянули монстра из колоды и выкладывали бы его перед этим героем. После персонаж берет одну карту и дальше выполняет свои действия. В конце хода герой повышает свое значение голда на 1, а затем его бьют те монстры, что лежат перед ним. Кстати, о голоде. Когда вы накрутили себе значение голода до 6, вы переворачиваете карту персонажа, теряете его способность, и теперь за голод будете получать раны, пока не умрете. Ну, или не поедите. Да, если вы сытно поели, карта вашего персонажа переворачивается обратно. Еще, наверное, стоит рассказать про тайлы местности. Когда вы впервые заходите на тайл, он переворачивается. У всех локаций есть свойства, коих довольно много. Какие-то срабатывают в момент поворота тайла, какие-то, когда ваш персонаж наступает на этот тайл, а какие-то тогда, когда он заканчивает свою активацию на нем. Например, закончили активацию в госпитале и полечили себе две жизни. Удобно. Но вот в поле я бы вам не рекомендовал отдыхать. Также на некоторых тайлах есть указания на цвет колоды, из которой вы можете что-то достать за действие. Если что, там можно и засаду словить, потому ходите с фонариком. И последнее. Когда вы входите в локацию с токенами монстров, вы должны на двух кубиках кинуть значение равное или меньше скрытности, что указано на карте персонажа, но со штрафом в один за каждый токен. Грубо говоря, вы стараетесь прошмыгнуть мимо толп монстров. Если вы провалили бросок, вы сбрасываете все жетоны и тянете из колоды столько монстров, сколько жетонов сбросили. И после кладете монстров перед собой. Да, еще раз, все враги в этой игре или представлены лежащими токенами на тайлах, или в виде карт монстров, лежащие непосредственно перед конкретным игроком. Да, если он куда-то пойдет, монстры пойдут с ним. Это его группа поддержки, так сказать. Вот и это, в принципе, все. Вы изучаете город, исследуете его, ищете провизию, ищете оружие и стараетесь выполнить какую-то миссию. Например, найти и спасти ученого, что заперся в полицейском участке. Вы должны искать еду, чтобы не умереть с голода, хотя всегда можно съесть лошадь. Эх. И во многих миссиях надо добыть бензин, чтобы заправить ваш минивэн и свалить из этого города подальше. Подальше туда, где Пашка расскажет вам плюсы и минусы. Минусы. Первый, что монстры неравномерно распределены по сложности. Хотелось бы иметь опцию легкой миссии с инопланетянами или хардкорную с зомбями. Но ничего не поделаешь. Второй минус. То, что в оригинале на английском некоторые формулировки звучат двояко, о чем я уже написал ребятам из Гаги и, надеюсь, в русской версии такого не будет. Я, например, говорю про карту стрелка, которая просит потратить амуницию. И в игре есть карта Амуниция. И есть Ама-токены. И, судя по вордингу, по написанному тексту вы как бы должны сбросить две карты. А по логике и по факту одну карту и один жетон. Вот это все поправят. Я надеюсь. Третий минус. Местные патроны похожи на пенисы. Ну или плюсы. Тут уж каждому свое. Но вообще, я тоже про этот момент писал Гаги. Они все посмеялись, сказали, что да, тоже заметили. И потому в русской версии они будут другими. И даже больше скажу, в оригинальной версии в новых тиражах патроны тоже заменят. Плюсы. Офигенно передана атмосфера. То, что вы можете заминировать проход. Что вы можете съесть свою лошадь. То, что вы голодаете и постоянно ищите еду. Здесь очень приятный такой комиксно-даркезданджевский визуал. Просчитываемые сражения. Так как здесь не участвуют кубики в бою, вы смело можете выстраивать свой план действий. Очень лаконичные и логичные способности территорий. Например, даже противная, но от этого забавная локация река, что также заставляет вас проходить тест на скрытность. Но тут, скорее всего, ловкость. А если вы не проходите, она смывает вас обратно на предыдущую локацию. Оптимальное время партии. Здесь нету большого количества миниатюр, которые необходимо постоянно доставать, передвигать, а затем в конце игры и убирать. Здесь есть механика голода, которая подталкивает вас что-то делать и заставляет вас играть более агрессивно. То есть вы не можете забаррикадироваться в госпитале и полностью себя отхилять. По той причине, что вы просто умрете от голода. Потому за час-полтора играется в легкую. Большая реиграбельность. Миссии всего 12. Ну или аж 12, тут как посмотреть. Но миссия это, скорее всего, просто вектор развития истории, а так каждая история довольно уникальная от партии к партии. Ибо персонажей много, город выстраивается по-разному, предметы находятся по-разному и так далее. Тот же бензин в одной партии вы найдете на противоположном конце города, а в другой вы припаркуетесь рядом с заправкой. Тут как повезет. Следующий плюс – большой пул дополнений, которые будут доступны на старте, на предзаказе. Я пока поиграл только в одно – с Кайдзю, с огромными годзиллоподобными монстрами. И вы можете резонно спросить, а как вы сражаетесь с помощью мачете, пистолетов и небольших автоматов против гигантских монстров? А я вам отвечу, что в дополнении также появляются и новые предметы. Такие, как маленький несуразный, огромный механический боевой костюм с огнеметом. Помимо дополнения с Кайдзю будут доступны еще и дополнения с жуками, что берут толпой. Дополнение с динозаврами из парка юрского периода. А также будет еще одна большая коробка, сопоставимая с базой, где включены аж три вида новых врагов. Это вампиры, это лавкрафтианские ужасы и это азиатские юкаи. Посмотрим. Естественно, помимо монстров там будут и новые персонажи, и новые миссии, и новые предметы. Если что, в описании есть ссылочка на предзаказ. Если вам понравился ролик, вам в принципе нравится мой канал, можно поддержать меня, заказав эту игру по моей реферальной ссылочке. Вам приятно, мне приятно, всем приятно. Собственно, следующий плюс, что игра будет на русском. И последний плюс, что в игре отсутствуют локации с цифрой 7. Те, кто учил теорию вероятности в ВУЗе, те, кто в принципе интересовался этим вопросом, понимают в чем плюс. Дело в том, что на двух кубиках семерка самый частый результат, потому что он выбрасывается на 1,6, на 3,4, на 5,2. И то, что в игре отсутствует локация с семеркой, позволяет нам немного выдохнуть и самый частый результат не выкладывать на поле. То есть у нас есть довольно большой шанс не выложить монстров. Но у нас он как-то не работал. Короче, если вам нравился зомбицид, но вам не нравилось выставлять постоянно кучу миниатюр и их двигать, в конце убирать, это ваш выбор. Если вы хотели прочувствовать тяготы и невзгоды выживших при определенных, не очень приятных обстоятельствах, эта игра для вас. Если вам нравятся кооперативные игры и вам нравится местная тема, я прям рекомендую взять. Отличная, добротная, интересная и в меру азартная игра. И на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно плотно покушайте на дорогу, а также играйте сами, играйте с нами. Пока-пока. А в конце, как всегда, моя огромная благодарность всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне и Бусти. А именно, Фидель Пиночетов, Механдес Ноддет, Костя Озерный Хенч, Анатолий Джокер Коновалов, Ермак, Никита Райму Нефедов, Артем Севенред, Витол Бош, Мурзик, Влад Призрак Иванов, Горок, Олег Печенек Морозов, Тимбер, Влад Флайдронс Кузьмин, Дмитрий Крик Архипов, Павел Кузнецов, Юрий Хмелевской, Валбер, Тироэль Ворм, Евгений Мурул Сафронов, Иван Много Джокеров Копылов, Денис С, Артем Арт Демиденко, Алекс Батон, Артур Прозрачный Касимов. Ну, и как всегда, на почетном месте Его Величество Юрий Дивайн Дивайн Александров. Спасибо вам, мужики, огромное! Где вы найдете аж три вида противников? Это вампиры, это лавкрафтианские ужасы и это что-то, что я забыл.